Не нужно строить вот иллюзии, да? Смотрите, не нужно строить иллюзии. Всё-таки за Порошенко проголосовало, по-моему, 53% избирателей, которые пришли. Да, я понял, да. Вот те вот, которые... Это вопрос, кто ещё считал. Да. Бог с ним. Во всяком случае проголосовали, да? Хоть центр и запад, да, но они проголосовали. То есть они прекрасно знают, кто такой Пётр Порошенко. Вот самое интересное, Пётр Порошенко, вообще его избрание, это просто какой-то парадокс. Объясню почему. Ещё во второй половине нулевых это был человек, да, с огромнейшим антирейтингом. В 2007 году на досрочных парламентских выборах Виктор Ющенко отказался брать Порошенко в список нашей Украины народной самообороны. Потому что это был настолько одиозный человек в глазах оранжевого избирателя, что он бы просто своим присутствием в списке нашей Украины просто бы его потопил. Просто потопил. Теперь представьте себе, Пётр Порошенко в 2009 году, он как бы возвращается в политику, да, он становится министром иностранных дел в правительстве Тимошенко. А уже через два года уже при президентстве Януковича становится министром экономики в правительстве Азарова. И этого человека, несмотря на это, да, его всё равно избирают. В прошлом году Пётр Порошенко на что он мог претендовать? Он мог претендовать еле-еле на, ну там, мэрскую должность. Изберут его или не изберут. Он пытался договориться и с властью, и с оппозицией. Вот выдвините меня. Вот. И тут буквально Майдан и огромный рейтинг. Почему? Потому что, ну, в лидерах Майдана, в Тимошенко, ну, просто разочаровались. В чём парадокс этого лидера? Да, а парадокс в чём заключается? Что вот человек, который являлся, ну, олицетворением, ну, для украинских граждан, да, вот коррумпированности, комичности даже, он его воспринимает тоже как комичное пристанажие, жестокости, хитрости, ну, то есть самых таких вот, ну... Вы же знаете, да, он же там землю отжал у детского санатория для слепых. Да, у детского санатория, да, отжал постоянно. То есть, вот, вы знаете, настолько вот... И что? Да, и вот за этого человека отдают 53% голосов. Это ужас. Я бы хотела сказать, что не отдают. Я бы всё-таки поправила здесь. Поправьте. Дело в том, что я поддержу представителей Одессы, и я была в Одессе на выборах, и могу сказать, что действительно Одесса пошла голосовать за мэра. И я видела, мне делали фотографии, присылали огромное количество бюллетней, где за президента они просто были испорчены. Они просто перечёркивали. Люди не голосовали за президента, и то цифры, которые нам предоставляют, извините, я в них не верю. Это раз. Во-вторых, я бы всё-таки хотела вернуться к тому, что сегодня у нас происходит определение того, что мир должен сказать. Если мы с вами нарушаем конституцию на определённой территории европейского государства, значит, это станет прецедентом для всего мирового сообщества. Выборы на Украине фальсифицированы, это совершенно точно. То есть, даже если Порошенко победил, то не с таким результатом. Его результат совершенно точно завышен. Завышена и явка. Но, к сожалению, есть здесь одна проблема. Я не исключаю, что как завышен процент Порошенко, так может быть, занижен процент нацистов. Неонацистов могли набрать больше. А такой результат показывают в Европе для того, чтобы сказать, вы знаете, у нас никаких неонацистов нет. Это всё, это выдумка земля и так далее, и так далее. То есть, в любом случае, результаты фальсифицированы, это обычная практика для Украины. Например, что касается явки. Я никогда не поверю, я работал на моих избирательных компаниях в Украине. Я знаю, как на западе Украины, где в селе, например, 50% людей на заработках, и вдруг явка 80%. Это обычная фальсификация для Украины. Обычная. В 2004 году было точно так же. У меня вопрос. Почему такая жестокость современная украинская элита, вот этой вот националистической, и в том числе этих олигархов, Кламойского, Порошенко, Таруты, такая нечеловеческая, по отношению к своим собственным гражданам? Я уже одну причину назвал, они всё-таки находятся под внешним управлением. Во-вторых, конечно, эти люди, для которых другие люди, не олигархи, собственно, не являются людьми, для которых главное их личный интерес. И жестокость у них действительно сидит в крови, они совершенно не представляют, что это люди. Для того же Ахметова совершенно очевидно, те люди, которые работают в шахтах, и которые сегодня вышли все на забастовку против этой карательной операции, это просто люди, которые добывают им деньги. Для них это мусор, это не люди. И поэтому отношения просто чисто человеческие к украинским олигархам очень чужды. они находятся под полным внешним управлением, потому что деньги их не на Украине. Украина – это там, где они охотятся. Это охота. И они добывают там свои деньги, которые держат совершенно в другом месте, на Западе, и там их через эти деньги контролируют. Пока олигархи правят Украиной, там никакой самостоятельности и человечности политики речи быть не может. Социальный протест нарастает, очевидно, да? Нонецкая Народная Республика стала на путь антиолигархический. Вот, пожалуйста, приняли же решение о национализации, да, собственности олигархов. А другого выхода у них и нет, абсолютно. Если действительно это ставит мейнстримом, да, на территории, то есть антиолигархическое движение, именно национализация собственности олигархов. Что такое собственность олигархов? Это советская собственность, которую они отжали в 90-е годы. Это может стать прецедентом для всей Украины. Спасибо. Да. Правда. То есть нужна экспроприация. Я хотел бы сказать очень просто. Украина это то, что не произошло с Россией. Это был шанс в 98-м году, как вы помните, у России повторить вот этот путь. И прийти к точно такому же краху государства, краху социального общества, краху всех систем жизнеобеспечения. Олигархи сейчас являются плотью и кровью украинского проекта. И они ни в коем случае не отдадут ту Украину, которую они строят для себя. Мы видим частные армии Коломойского. Мы видим позицию Ахметова, который, когда уже под его ногами горит земля, он все равно сгоняет людей на стадионы полупустые. Он все равно выгоняет людей на забастовки на собственных предприятиях. Это же уму не постепенно. У него деньги на Западе. Вот и все. У него деньги на Западе, его держат за эти вещи. Меня поразило другое. Такой вот все-таки звериный отскал олигархический. Мы это уже все видели. Если вы читали Джека Лондона, если вы читали «Железную пяту» и этот мир «Железной пяты», вот вы его сейчас можете смотреть с экранов своих телевизоров. И это было еще до фашизма. И потом фашизм пришел и построил этот мир «Железной пяты», в котором олигархи поддержали фашистов. О, олигархи всегда поддерживают фашистов. Да, кстати, вот еще. Это я хочу сказать, секундочку, секундочку, да. Потом вам. С одной стороны, мы должны понять, что то население, которое проголосовало за Порошенко, во-первых, получило какой-то в виде подарка какой-то странный список, да? Давайте я буду голосовать либо за людоеда, либо за расчленителя, да? На вас кого вы голосуете, да? Выбирайте, ну что-то, наверное, расчленитель лучше. Он детей не ест. Это называется глумливое политическое меню. Это первое. Самая чистая рубашка из всех грязных рубашек. Да, это первое. Второе, второе, что там существует, ну, в этих условиях, с этими лицами, с этой свирепостью, ну, подумайте, если они готовы уничтожать свой народ, то уж бюллетени в урну засовывать, это для них просто плевать. Третий пункт. Олигархи, знаете, у них есть особое свойство. Они не понимают, что такое политический инструмент. Вообще не понимают. Для них что нажать на гашетку пистолета, чтобы убить партнера, что нажать на установку град, что нажать на атомную бомбу. Да, все, что угодно. Это вдруг почувствовавшее вот это низкое бандитское нутро, вдруг почувствовавшее возможность политического беспредела. Так посмотрите на их реакции. Это все вместе означает следующее, да? Что будет очень быстрое похмелье. И, наконец, говорили-говорили, вот рабский русский, рабский восток, он весь олигархичен, он там волочется за олигархами. А какая смелость, какая демократия, какой олигархизм на Западе. Ну и что мы получили? Мы получили то, что на Западе, вот все, кто проголосовали за этого Порошенко, лижут сапоги олигархов или их штиблеты. А подлинно антиолигархический-то импульс возник на Востоке, там начинает подниматься настоящая антиолигархическая демократическая волна. Вот урок истории. Вот интересный ответ, что вы увидите эти донбаски. Мир бизнеса, крупного бизнеса очень хорошо, да? В том числе, наверное, украинского. Вот, может быть, вы общались с этими людьми. Мне просто интересно, что они за люди? Почему они так превратились? Да, ну, поговорим. Просто ситуация драматическая и трагическая. Но я... И тут вроде анекдоты неудобно рассказывать. Мы попытались запускать на Украине журнал «Эксперт Украины». Много лет назад. Лет 10 назад. Вот Тарута, который один из олигархов, и сейчас губернатор... Да нет, это он про вот этот вот ров. Он украл у нас наш бедный маленький журнальчик. Украл. Переписал на себя. Они не могут по-другому. Вот у них руки чешутся. Я говорю им, этим нашим партнерам из Донбасса, ну, слушайте, вы же все провалите. Вы же без нас не сможете. Это было 10-8 лет. Вы же не спорите сделать. А все равно. Не съем, так понадкусываю. И вот это... Кто-то сказал, что они только советское забрали. Конечно. 90% это советское. 99% это советское. И только на этом они могут жить. Это колоссальная драма. Понимаете, вот когда... Это очень важно. Они не созидатели? Не созидатели, да. Вот наши российские магнаты, при всей нелюбви народов к магнатам, они все-таки другие. Они стараются, они инвестируют деньги. Их заставили быть другими. Наверное, да. Их Путин заставил быть другими. Хорошо. Отлично. Да. Но они все-таки другие. Понимаете? Это хорошее право. Никакой идеи созидания на Украине нет. И чем быстрее, как правильно говорит Сергей Иванович, чем быстрее эти люди будут смятены, тем больше шансов у Украины и украинского народа будет на хоть какую-то минимально достойную жизнь. Их религия – деньги. Их религия – деньги. Их национальность – деньги. Их родина – деньги. Все. Больше ничего нет. Правильно. Абсолютная воля к грабежу. Вот предела нет. Вот если можно столько украсть, и еще чуть-чуть надо украсть. Приятнее украсть, чем сделать что угодно. И третье. Такое презрение к своему народу, которое я не только в китайской олигархии, я и в русской олигархии не видел. Понимаете? Бесконечное презрение к своему народу. Ненависть. И вот этот импульс, что возникли, что эта чернь позволила себе иметь волю, ну у него же в глазах это написано, сжечь напалмом, чем угодно. Вот эта чернь, которая позволила себе, так сказать, какую-то волю проявить. И это Артур Уинь. Если кто-то читал Бертольда Брехта, карьера Артура Уинь, которой не должно было быть, так вот это Артура Уинь, да? И вот вы знаете, почему Брехт писал это произведение? Надо вспомнить хорошую фразу. Все мое сказала Злата, все мое сказал Булат. Все куплю, сказала Злата, все возьму, сказал Булат. И вот сейчас Коломойский пытается покупать. Он по-прежнему дает за голову какие-то мифические деньги. Но люди взяли в руки Булат. Они сомнут сейчас олигархию, так или иначе. Вы уверены в этом? Я уверен в этом, потому что идею нельзя убить. Я понимаю вас. Эти разговоры велись давно. Десять лет назад. Кучма их любил. Были интеллектуальные кружки. Ведь в чем дело? Вот этот вот национализм, нацизм, он вызрел. Ему противопоставлялась широкая Украина. С русскими, с русской культурой, с евреями, с лауреатом Нобелевской премии, который там Идиш создавал. С поляками. Вот эта широкая культура, которая давала бы федерализацию, эта идея потеряна. Навсегда я бы. Спасибо. Спасибо. У нас финал. Давайте сделаем финал. Подскажите мне, сколько капитал у Порошенко? Какой? 1,8 миллиарда долларов. Есть в украинском гимне такие слова. Украина превыше всего. Честно говоря, когда Порошенко победил и выступал на победной пресс-конференции в Киеве, я ждал от него такого широкого жеста. Да, у меня есть миллиард долларов, но для меня Украина превыше всего. Я даю эти деньги тем несчастным, которые живут плохо. Такой популистский жест. Можно было бы сделать от широты душевной. Но, к сожалению, этого не произошло. История, к сожалению, учит нас, что люди, которых называют олигархами, когда получают власть и в глобу древности, и в недавнем прошлом, и в нашем современном, да и в будущем, всегда ведут свои страны кровавой развязки. Все заканчивается новой революцией. Это была программа «Специальный корреспондент». Увидимся. Продолжение следует...